Ваши шесть соток Ну, на даче люди отдыхают по-разному, как мы уже поняли, кто-то там занимается земледелием от всей души, но кто-то тоже отдыхает, но как-то по-другому. Вот мы собрали свой собственный список разных занятий и дел, что люди в принципе склонны делать на даче, и хотим вместе с вами разобраться, что можно, а что нельзя. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте, начнем. Попрошу наших редакторов, режиссеров нам помочь. Итак, пункт первый. Можно ли разводить кур? Я боюсь на этот вопрос. Нельзя дать стопроцентного ответа, несмотря на всю вот эту полемику, пиар, там разрешили разводить кур, не разрешили. Знаете, большинство вот этих вот вбросов, что-то там разрешается, не разрешается, это, как правило, разрешается разрешенное, запрещается запрещенное. Как-то это очень туманно. Это как раз не туманно. Ну, то есть... Подождите, написано же в законе, можно? Можно. В скобочках, если это не противоречит существующим нормам. А существующим нормам, как правило, это противоречит. Так что, с курами достаточно все очень просто. Вот если мы уйдем от юридической казуистики, а это в принципе юридическая казуистика, не обращайте на нее внимания. Если ваши соседи не против, если они не жалуются на вас, делайте что хочешь, хоть слонов разводите. Слонов будете разводить, ваши соседи, если довольны, никто к вам не придет, ни слова не скажет. Соседи выбирайте. Именно так, именно так. Под питомцев. Соседи, это главное. В общем, можно, но осторожно. Если никто не будет против, разводите. Но если будет против, всегда найдется зацепка применить ту или иную норму правил, законов, санитарных норм. Ладно, мы поняли. С курами все сложно. Давайте с поросятами разберемся. Вот можно ли завести поросенка с точки зрения, ну, закона? С точки зрения закона нет, конечно. Нельзя. Почему? Нельзя завести. Потому что, для чего выдавались садоводческие участки, а и огороднические для садоводства и огородничества. То есть, ясно, что перед нами стоит одна задача. Выращивать растения, а не выращивать поросят, не выращивать кур. Но, опять же, если вы завели поросеночка, и он вашим соседям не мешает, они не жалуются. Скажите, кто придет контролировать вашего поросеночка? У нас что, зоополиция ходит по участкам, отсматривает. Есть ли у вас там поросеночка? Или дроны летают, смотрят? Ну, они хрюкают и пахнут обычно. Тут зоополиции не обязательно приходить. Если хрюкают и пахнут и мешают соседям, они напишут санэпидстанцию. И, естественно, может прилететь штраф. Пока штраф. Ну, а если у вас не шесть соток, а гектар, то до вашего поросенка от забора достаточно метров никто не услышит. Видимо, и никому не придет даже в голову, что там есть животные. Я знал в Питере человека, который настоящего поросеночка вот такого бора выдержал в квартире. В городской квартире. И гулял с ним, как с собачкой. Но это все-таки, кажется, незаконно. Никто не предъявил. Ладно, давайте на следующий пункт. Можно ли на даче жарить шашлык? Вот у нас только что выходил наш корреспондент из Казахстана. Из Казани, простите. Там нельзя. Но в целом в России на даче шашлык жарить можно? Можно. Если никто не против. Опять же, если никто не против. Знаете, вот есть правила, законы для того, чтобы, понимаете, с пожарной безопасностью на дачах в СНТ это вообще полнейшая катастрофа. То есть, если туда придет пожарный инспектор с целью выявить все нарушения, это будет там добрая сотня разных нарушений штрафовать, не перештрафовать. И это не по вине дачника. То есть, эти нарушения, они накопились за долгие-долгие годы. Но, чтобы как-то тому же пожарному инспектору обезопасить свое будущее, естественно, там по весне какой-то штраф на все садовоческое товарищество накладывается. И больше, так сказать, он старается не заходить в товарищество. Но для того, чтобы все-таки работа кипела, периодически вот эти нормы, они тасуются, тусуются, тасуются. То есть, там больше, меньше. А сейчас сколько? Сейчас же есть конкретное расстояние, мангала от постройки. 70,5 метров. Кто придет к вам мерить? Если к вам, теоретически, даже на участок без вашего спроса не могут зайти. Кто придет к вам мерить? Но, опять же, давайте вспомним деревню. Обычную российскую деревню. Тот, кто жил в деревне, знает, что если вы разведете костерок внутри деревни, придут старики и вам просто накостыляют за это в деревне. Но это если в деревне, да. Никогда открытый огонь, никаких законов не было, но открытый огонь никогда не разводили. Это делалось там за околицей, на речке, но никогда не внутри деревни. Поэтому и здесь, дорогие друзья, есть какие-то нормы, которые там соблюдают, не соблюдают, которые мало кто контролирует. Но есть еще собственная голова. Если у вас крыша, например, сделана из соломы, то и 7 метров вам будет близко. Лучше вообще не жарить шашлыков. Если у вас кирпичный дом и нет никаких проблем с пожарной безопасностью, ну, можно, можно и ближе, и никто вам не предъявит. Поэтому не штрафов бойтесь, бойтесь спалить свой дом. А тем более садовоческое товарищество, это большая коммунальная квартира, все скучно, нормы разрыва противопожарной нарушены. Если загорится что-то, особенно ветерок, это может сгореть половина садовоческого товарищества. Ну вот еще одна интересная норма, для меня она стала таким удивлением. Но вот все-таки я вас спрошу, можно или нет сжигать траву. Я всю жизнь думала, что нельзя. Сжигать траву, это даже не глупость. Ну какой, вот палы... То есть нельзя? Ну конечно нет, это бред, глупость со всех точек зрения. А вот то, что в бочке, вроде в бочке разрешили. В бочке сжигайте. В бочке сжигайте. Тут имеется в виду палы. Пал, травы, будь то рядом с участком, будь то поле, это самое худшее, что можно сделать для природы. То есть это долго рассказывать, но хуже вы не сделаете. Опять же, загорится, будет ветер, потом не расплатитесь, если вас поймают. То есть занимаются, если кто-то занимается палами, это люди уровня... Ничего, если я идиотами их назову. Ну в общем, не очень умные люди. Да, не очень умные люди. Не делайте этого никогда. Хорошо. Следующий пункт. Можно или нет на своем дачном участке свой собственный мусор закопать? Конечно нет. Нельзя? А можно в вашем дворе закопать мусор? Или в скверике закопать мусор? А если это органические отходы? А органические отходы это не мусор. Органические отходы это золотая руда, из которой добывается потом компост. Поэтому я, например, если у кого есть органические отходы ненужные, я готов забрать. Потому что мне не хватает компоста. И всем не хватает компоста. Так что органика это очень нужно и полезно. А вот что-то закапывать... Не, ну если вы потихонечку, конечно, закопаете, этого никто не заметит. Но потом ваши потомки откопают это и скажут, слушайте, наш этот предок-то был не очень тоже умный. Вместо того, чтобы вывезти на свалку, он взял это, закопал. А мы тут раскапываем и разбираемся. Так что не надо закапывать. И еще один вопрос. Можно или нет мыть машину у себя на участке, как часто делают многие? Вот так, из шланга, из керхера. Ну, конечно, нельзя. Но, но, все-таки садоводческое товарищество, это не территория, где соблюдаются все нормы закона и все правила. Теоретически нельзя. Но, я например... Ну как, по закону нельзя. Это же не то, что теоретически, по закону нельзя. Да, и не надо вот, что на днях там был принят новый закон. Понимаете, это, опять же, вытащили нечто старое. И для того, чтобы немножечко попугать дачников, вот обратите внимание, вот эти вот страшилки со штрафами, они каждый год там запрещаются там сорняки, штрафы за сорняки. И неправда запрещается выращивать то растение, это растение, это петрушка выращивает. Ну, в смысле неправда? Правда, но это не работает. Это не запрещено. Правда запрещено, но правда это не работает. Слушайте, а можно, допустим, керосином поливать почву? Нельзя. А можно устраивать не автомойку, а, допустим, шиномонтаж у себя на даче? Ну, конечно, нельзя. Но есть какой-то вот здравый смысл. Но если вы моете свою машину и не мешаете соседям, не устраиваете какую-то там автобойку, много машину свою, там тихенько помыли. Вот я делаю это, и мой сосед не против, и он тоже иногда свою машину моет. Но мы же там не разводим грязь, мы там в уголочке поставили, там немножечко ее почистили. Кто будет против, кто придет нас штрафовать? Поэтому опять опираемся на здравый смысл. Прежде всего, еще раз, дача, садоводческое товарищество, это то место, где прежде всего вы должны исходить из обстоятельств. А не из-за того, что какие-то там теоретические законы есть. Думайте головой. Если вы мешаете соседу, включайте музыку, запускаете салюты. Может быть, даже если он напишет жалобу, и никто не придет вас штрафовать, но у вас испортятся отношения, испортятся отношения. Что-то у вас проблема будет, допустим, загорелся сарай. Кто первый придет вам тушить, помогать? Залезли воры. Кто придет вам помогать? Ваш сосед. Поэтому всегда, делая что-либо на даче, всегда согласовывайте с соседом. Давайте, прежде чем мы примем звонок, последний у нас вопрос остался по поводу можно или нельзя. Можно ли самому вырыть колодец? Вот самому взял и выкопал? Можно, если это верховодка. То есть верховодка это где-то в районе 15 метров. Также скважина. Как правило, это даже такие скважины индивидуальные не регистрируются. Но правда, сейчас вот когда начали регистрировать уже артезианские скважины, пригласили дачников. Давайте вот вы регистрируйте. Все дачники первым делом попрятали эти скважины, потому что то недоверие между властями и дачниками, ведь любое, вроде бы доброе дело, но дачники подозревают, что оно закончится либо какими-нибудь поборами, либо еще чем-то. Так вот, сейчас главная задача, что нужно сделать, это как-то государству и дачникам научиться между собой разговаривать, слушать друг друга, а не пугать вот этими бесконечными страшилками. Мы на вас наложим дополнительные обязательства, мы усилим законы, мы повысим штрафы. Слушайте, никто уже из опытных дачников не слушает вот эти все вбросы, все живут своей жизнью, это не долетает, это знаете, как старые пословицы, в темном лесу, там наверху шумят, шумят ветви, а внизу тихо, тихо. Так что у нас на даче тихо и спокойно, если опять же с соседями налажены хорошие отношения. Давайте послушаем нашу зрительницу, Елена из Москвы, до нас дозвонилась. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте. У меня вот какой вопрос. Значит, у меня участок 4 сотки, рядом соседний участок. Ну, 5 лет туда никто не приезжает, но хозяйка посадила манчжурский орех. Ну, вы представляете, какое-то вообще дерево, уже сейчас выше второго этажа и очень близко к забору. Ну, это у меня здесь участок в тени. Вот. На каком минимальном расстоянии можно сажать вот эти экзотические деревья, ну и вообще, все кустарники, она отгораживалась ото всех, и поэтому посадила всевозможные декоративные кусты прямо около вот Рабицы. Ну, и уже не ездят лет 5 точно, если не больше. Манчжурский орех может стать проблемой, потому что он вырастет выше дуба. То есть это очень большой... В наших-то условиях под Москвой. В наших условиях прекрасно манчжурский орех растет. Значит, да, есть нормы отступов. Но нормы отступов, допустим, там 2-3 метра, это не касается манчжурского ореха, это все-таки большое растение. Здесь уже даже не нормы, а нарушение инсоляции. То есть если вас что-то затеняет, пусть это будет сарай, пусть это дом выстроенный, либо растение, значит, ну, теоретически вы можете начать предъявлять претензии вашей соседке. Другое дело, что если она на претензии не откликается, добиться чего-то очень-очень трудно. Можете даже судиться. То есть есть выигранные суды именно по поводу инсоляции, по поводу затенения. Потому что солнышко для садовода это то, без чего не обойтись, без чего невозможно выращивать растения. То есть это легальный путь. Некоторые идут разными нелегальными путями, чего мы не советуем. То есть каким-то образом, скажем так, нарушают рост растений. Что может Елена сделать абсолютно законным путем? Вот я так понимаю, что контакта с соседями по участку нет, видимо, они не приезжают. То есть поговорить с ними нельзя, орех растет, видимо, будет расти дальше. Что она может сделать? Самое такое реальное попросить все-таки председателя, если с председателем нормальное отношение, чтобы он как третейский судья все-таки с этой соседкой поговорил. Потому что рано или поздно соседка будет либо продавать этот участок. То есть, понимаете, участок, у которого теплится конфликт, на котором теплится конфликт, а в данном случае конфликт, он резко теряет своей рыночной стоимостью. Поэтому еще раз, дружить с соседями выгодно не только с моральной точки зрения, но и с материальной. Поэтому вот когда человеку вот это объяснишь, тетенька, вы из-за своего манчжурского ореха полмиллиона теряете на капитализации участка. Она, ой, нет, наверное, все-таки я его обрежу. Давайте еще послушаем Елену из Санкт-Петербурга. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас проблема на даче. Носятся машины, не соблюдая никаких правил, что идет народ, собаки бегают, дети. И вчера было у нас собрание, вот мы никак не могли решить, можем ли мы поставить ограничения на движение машин на даче. Или еще есть какие-то вещи, о которых мы не знаем, но хотели бы узнать. Тут вопрос не такой простой. Вообще, вот те дороги внутри товарищества, кому они принадлежат? Если это земли общего пользования, да еще зарегистрированные, вы много на них можете сделать. А если это действительно дорога, принадлежащая муниципально, это другой калинкор. В любом случае, вы спрашиваете, а можем ли мы это сделать? Видите, вот когда я параллельно с юристом что-то объясняю, юрист объясняет законные пути, а я, скажем так, часто реальные пути. Вот посмотрите, если вы сделали на своей дороге, вот вы чувствуете опасность для ваших детей, вы сделали лежачие полицейские, несогласованные ни с кем, да, тогда будет возникать вопрос, а есть ли законное право их снять, убрать и так далее. И вот пошел уже немножечко другой разговор. Поэтому в данном случае, в садоводческом товариществе, еще раз скажу, это не территория, скажем так, соблюдения тех законодательств, которые у нас существуют. Часто в садоводческом товариществе все делается, исходя либо из здравого смысла, а иногда исходя из личности председателя. Хороший председатель, он все эти вопросы решит. Плохой председатель, будут у вас постоянные проблемы. Но надо помнить, что председателя выбираете все-таки вы, а не вам его подсовывает. И самый главный у вас в садоводческом товариществе, это не председатель. Председатель – это исполнительная власть. Самое главное – это общее собрание. Ага, а я на общее собрание не хочу идти, нервы портить, говорит один, говорит другой. Ну вот вам и результат. То есть садоводческое товарищество – это тот самый прообраз гражданского общества, где все-таки люди будут самостоятельно, без чаще всего чиновников. А чиновник, вот я за последние 40 лет в нашем товариществе не видел ни одного чиновника. То есть никто не приходил, никто не проверял. Ни одного за 40 лет. Ни пожарную безопасность. Нет, пожарный инспектор – это то самое исключение, которое подтверждает правила. Раз в год он заходит для того, чтобы выписать традиционный штраф на все садоводческое товарищество. Но по участкам он не ходит. Поэтому, понимая, что мы оказались немножко такие вот беспризорные, мы должны свою жизнь устраивать все-таки сами. И безопасность соблюдать. Ту же пожарную безопасность. Ведь гореть-то будет наше, а не чужое. Наша. Хотела еще с вами поговорить по поводу онлайн-собраний. Чуть позже. Давайте послушаем Александра из Московской области. Он с нами на связи. Александр, здравствуйте. Наша, не чужое, наша. Александр, вы в эфире. Можете выключить телевизор и слушать нас прямо через телефон. Слышно нас? Александр. Александр, вы в эфире. Можете выключить телевизор. Мы уже слышим себя, но не слышим Александра. Слышно нас? Ну ладно, попробуем чуть позже, может быть, получится все-таки связаться. По поводу онлайн-собраний. Вот мы уже обсудили, что все решается, по большому счету, самими садоводами. И с этого года, да, теперь можно собираться онлайн. Вы считаете, это хорошо или плохо? Это поможет садоводам решать вопросы? Если вы обратили внимание, я как-то над всеми новациями посмеиваюсь, скептически отношусь. Но вот эта цифровизация, это единственное то, что очень перспективно и поможет реально решить множество вопросов. Собрать общее собрание, это неимоверно трудно, чтобы оно имело кворум. Знаете, какая даже пословица есть? А если вы были на общем собрании, о, это нечто. Так вот, пословица такая есть. Если на собрании садоводческого товарищества не случилось мордобоя, значит, не было кворума. Шутка, да. Но в этой шутке много-много правды. Так вот, собрать собрание очень трудно. Один в городе, другой уехал, третий в командировке, заболел, кворума нет. Значит, любой член товарищества может через суд отменить все решение товарищества. Там и выборы председателя, все просто отменить. И получается патовая ситуация, теряется просто управление товариществом. Онлайн-товарищество, это хотя бы та самая надежда, если, конечно, оно будет проходить без каких-то там помарок, подчисток и так далее. То есть вот реально будет проходить, люди реально будут голосовать. Над этим будет какой-то присмотр. То есть не сам там председатель сделал у себя в телефоне онлайн-голосование, а это на какой-то платформе. Кстати, сейчас такие платформы создаются и не только с онлайн-голосованием, но, допустим, где вывешиваются все документы садоводческого товарищества. Не где-то они в сторожке хранятся в сейфе, в недоступности от садоводов, а именно в открытом доступе. И в любой момент любой участник может посмотреть. И даже все траты, что, когда потрачено, не в этой тетрадочке карандашиком записывается, что, где, когда потрачено, а именно все это лежит в интернете. Тогда, просто когда это видно, когда это понятно, люди друг друга не подозревают, люди не ругаются между собой. И, знаете, председатель, вот даже самый лучший председатель, который свои еще докладывает деньги, все равно его будет часть садоводов подозревать, что он ворует, потому что вот нет вот этой прозрачности. То есть цифровизация нам поможет сделать жизнь садоводческого товарищества хотя бы прозрачной. Это очень большой шаг. И не сопротивляйтесь этому. Лучше все-таки, когда наведен порядок. Жить при беспорядке очень тяжело. Ведь жизнь в садоводческом товариществе часто это такая полуанархия. Кому-то, может быть, это нравится. Но большинству все-таки хочется жить так, чтобы не болела голова. И чтобы соблюдали все люди какие-то писанные и неписанные правила. А их не так много, понимаете, не мешай соседу своему. И все будет у тебя нормально. По поводу полной анархии у нас на нашем смс-портале, чего только люди не рассказывают по поводу этой самой анархии. Вот буквально несколько сообщений. Соседние участки заросли борщевиком. Что делать? Соседи не бывает, контактов нет. У соседа постоянно громкая музыка играет. Полиция не реагирует, что делать. Дети на участках, внутри СНТ носятся без шлемов, с огромной скоростью на квадроциклах. Ну, видимо, не на участках, а, видимо, на дорожках. Тоже никак, видимо, ситуации не решается. Сосед на участке собрал старые машины, автохлам ремонтирует и продает. Постоянно пилит металл, детали промывает бензином. Ну, понятно, что это и шумно, и не экологично. Что делать? Везде один и тот же вопрос. Что делать? С соседом это достаточно просто. Это уже автомастерская. То есть, если вы обратитесь уже с официальным заявлением в полицию, если вы обратитесь в санэпидстанцию и так далее, ему сначала прилетят штрафы, потом можете обратиться в суд. Все это делать лучше с адвокатом, а не самостоятельно. И не бойтесь обращаться к местным властям, к тем же самым депутатам. Только ничего на словах. Вот пришли, некоторые наговорили, ушли и думают, сейчас начнется делаться. Все только письменно. Написали бумажечку, принесли там уж самому депутату администрацию, попросили расписаться в получении. Пожалуйста, извольте мне там в двух-трехнедельный срок дать ответ. Не дали ответ, не дали ответа, я на вас пожалуюсь. И вот таким вот образом, такими вот пиночками, мы сможем, ну, по крайней мере, заставить достаточно неповоротливые местные власти. А садоводческое товарищество для местных властей – это нечто, которое вроде бы не их. Потому что формально садоводческое товарищество, оно вроде бы не является ненаселенным пунктом. То есть с формальной точки зрения это вообще непонятно что. И местные власти, когда им выгодно, они говорят, да, это хорошо. Когда какие-то проблемы, это не наше, это вот вы сами разбирайтесь. Еще раз, хороший адвокат, либо хорошие специалисты всегда найдут способ помочь в таких ситуациях. И не стесняйтесь жаловаться. Ну, жаловаться тоже надо уметь. Как я сказал, исключительно письменно. Но никогда не по телефону, требуйте всегда ответа. И, ну, бывает так, несколько лет жалуется человек, ничего не происходит. Потом надоело, пришли и исправили. В общем, главное не сидеть сложа руки и все-таки разговаривать с соседями. Спасибо огромное, Андрей Владимирович, Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши шесть соток», председатель общероссийской организации «Садоводы России», сегодня помогал нам разбираться во всех дачных нюансах. Ну и...